Всем привет! На месте этого видео должен был быть ролик с чтением файла английского филиала SCP, который я перевёл. Но вместо этого я просто загрузил перевод на сайт русскоязычного филиала фонда. Кто хочет, можете прочесть самостоятельно. А в этом видео я расскажу полную историю этого существа, выходящую за рамки SCP-объекта. Как я уже говорил в другом видео, Сиреноголовый это монстр, которого придумал Тревор Хендерсон. И он не является SCP. Зато из монстров Тревора на содержание тайного фонда попало другое существо, SCP-4158. Причём SCP-4158 это одобренный Тревором объект, который, ещё к тому же, стал предысторией для нескольких существ из вселенной самого Тревора. Об этой, получившейся из слияния SCP и мира Тревора Хендерса истории мы и поговорим. Однажды на заснеженной городской дороге путешественнику повстречалось существо, отдалённо напоминающее корову. Человек, ставший свидетелем появления этого монстра, позвонил в местную службу по контролю за дикими зверьми. Но прибывшие на место работники государственной службы встретили неожидаемого лося или корову, а не встретили Большого Чарли. Фонд SCP, конечно же, не мог не отреагировать на такое событие. Ведь сетью агентов фонда опутан весь мир, и все подобные сообщения попадают к руководителям ближайших зон содержания. На место отправился мог, который захватил ужасное на вид чудовище. Однако, каких-то больших усилий не понадобилось, ведь монстр оказался не таким уж и грозным, а вполне послушно дал закрыть себя в подземном комплексе в камере содержания. Монстр, похожий на гигантскую корову, с которой содрали шкуру, способный сожрать доски и куски бетона, оказался совершенно не опасным существом. Единственное, что смутило ученых фонда, это то, что он постоянно рос. У него вырастали дополнительные конечности и органы. Этот рост был абсолютно аномален, потому как существо регенерировало даже будучи ободранным до костей. Это, кстати, делает его похожим на неуязвимую рептилию из Кромника, которые также восстанавливались из скелета. Кроме того, монстр не нуждается в пище, ведь ест Большой Чарли только от чувства голода, но не от реальной потребности в питании. Если его лишить питания, он также продолжит расти, разве что становиться более нервным. С аномальным ростом люди из фонда справились с тем, что удаляли лишнюю плоть, не давая существу отойти от своей первоначальной коровьей формы и сильно вырасти. Но главной проблемой оказалось не это. Наибольшее беспокойство вызвало то, что внутри монстра разрасталась нервная ткань, которая делала его все умнее, а восприятие острее. Вездесущий и Всевидящий фонд провел расследование и выяснил, что Большой Чарли сбежал со скотобойни и тут же арестовал и допросил всех троих ее работников. Незадачливые мясники объяснили, что купили беременную корову и у нее родился необычный теленок. Сначала они решили просто прогнать его, но он вернулся. Они попытались продать его, но монстра никто не купил. Тогда они решили убить его, но его череп не удалось прострелить и даже зарезать они его не смогли. Каким-то немыслимым образом существо продолжило жить даже тогда, когда с него сняли всю плоть. Поначалу люди испугались, но потом увидели, что даже после таких издевательств монстр не стал к ним враждебен, а только отращивал на себе мясо. Тогда они решили поклоняться диковинному существу, которое дает им бесконечное мясо и ничего не заподозрили, даже когда оно начало пожирать других коров. В статье с сайта SCP есть интересные намеки на то, что Большой Чарли очень хитер. Он не только смог заставить одного из работников скотобойни себе поклоняться как божеству, но и благодаря этому в итоге раскормился, пожирая других коров, выбрался из бойни и отправился в путь. Впрочем, только чтобы попасть в камеру содержания фонда. Файл SCP заканчивается допросом владельца скотобойни, на которой родился Большой Чарли, безумного человека, считавшего странного быка своим богом. Но фонд SCP не смог выяснить ни откуда Чарли взялся, ни докопаться до сути его аномальных способностей. На этом информация фонда о Большом Чарли заканчивается, но сама история только начинается. Теперь мы переходим на территорию творений современного мастера ужасов Тревора Хендерса. По всей видимости, отрастив достаточно много мозгов в своем организме, монстр придумал как сбежать из подземелья комплекса фонда. И вот, то тут, то там начали появляться уже новые изображения с ним, с подписью Большой Чарли снова в бегах. На новых картинках Чарли стал появляться только ночью, видимо поняв, что днем из-за своих размеров он слишком заметен. На одной фотографии можно увидеть, что существо окружено мелкими тварями, похожими на обычных телят. Можно было бы подумать, что Большой Чарли нашел себе компанию и прибился к стаду обычных животных, но художник показал, что это не так. Из этой схемы, которую Тревор как-то запостил у себя в Твиттере, видно, что Большой Чарли начал, по всей видимости, размножаться по чакованиям. То есть, от него отваливаются куски мяса, из которых формируются новые существа. Но на своего родителя, на Большого Чарли, они не похожи. Самого Большого Чарли увидеть удается все реже, потому что за счет того, что внутри него разрослась нервная ткань, дело его все умнее и чувствительнее. Ему легко удается скрыться от людей в темных лесах и горах, но вот места, где он прячется, наполняются небольшими комочками плоти, имеющими такой вот забавный вид. У них чаще всего четыре конечности и большая голова с огромными глазами. Называется существо Лил Наггет. Оно выглядит довольно мило, ведет себя игриво, довольно дружелюбно к человеку и особенно радуется, когда его подкармливают печеньями. Эти твари совершенно не агрессивны, и из-за своих малых размеров и безобидности часто становятся жертвами обычных хищников. Но Лил Наггеты не остаются просто смешными комочками плоти. Они постоянно мутируют и вообще сильно различаются между собой. У некоторых отрастают зубы, у некоторых один глаз, а не два. Есть и такие, у которых вместо лап вырастают щупальца. Но и это не предел изменчивости Лил Наггетов. Некоторые из них приобретают аномальные способности, в том числе возможность влиять на мысли людей. На этой же картинке мы видим, что Лил Наггеты вырастают и становятся тем существом, которое в мире Тревора Хендерса называется Лэмп или Ягненок. Лэмп это довольно крупный монстр, похожий на огромный комок плоти с головой и тонкими лапами. На первый взгляд кажется, что лапы слишком тонкие и на них невозможно стоять. На второй мы узнаем, что так и есть. Существо ими не пользуется, отчего они постепенно атрофируются. Потому как само чудовище левитирует над землей. Так происходит потому, что сама материя, из которой оно состоит, постепенно переходит на некий метафизический план бытия. Из существа из плоти Лэмп постепенно переходит в совершенно иную форму, для которой попросту нет гравитации и взаимодействия с другими физическими объектами. Потому Лэмп может легко прятаться внутри любой подходящей по размеру вещи, или даже парить среди облаков. На последних стадиях развития Лэмп приобретает возможность жить в информационном пространстве, например в телеэфире, как показано на этой картинке. Однако иногда эти существа выходят, чтобы показаться людям. И всегда это происходит перед крупными катастрофами. И непонятно, чувствуют ли они наступление беды или сами к ней приводят. Так или иначе, они всегда там, где происходит что-то очень плохое. Перед появлением этого чудовища всем людям становится неспокойно. Некоторых начинает тошнить. Неразумным существам становится и того хуже, и они в итоге погибают. Затем начинается какое-нибудь бедствие, в ходе которого тут-ту-ту-там появляются эти существа. Но вернемся к схеме эволюции Большого Чарли, которую запостил Тревор. На ней есть еще одно существо. Это Лил Нагет черного цвета. Если Лэм получается, когда Нагет становится крупнее и менее реальным, то Черный Нагет или Войт Нагет проходят другие преобразования. Войт Нагет становится таким же маленьким, как и обычный Нагет, но приобретает огромные силы, связанные с умением разрывать пространство и время. Впрочем, про него лора особенно нет. Ведь к изображению этого существа Тревор лишь оставил подпись в виде трех вопросов. В виде вопроса также остается и происхождение самой той коровы, которая родила Большого Чарли. Все, что мы знаем, это то, что таинственный незнакомец продал ее на ту бойню. Тут можно только строить теории. Но, по крайней мере, мы знаем, что этот человек не создал Большого Чарли, потому что фонд поймал его в 2004 году. И в протоколе допроса одного из работников бойни сказано, что у них существо прожило 9 лет. То есть родился Большой Чарли в 1995 году. В то же время, в рассказах Тревора Хендерса описывается встреча с Лэмбом, которая произошла в 1992 году. И из этой схемы, которую нарисовал Тревор, мы знаем, что Лэмбы в конечном итоге появляются из отпадающей плоти, существ таких как Большой Чарли. Выходит, что Большой Чарли – это не уникальное существо, а тварь, которая способна родить корова, и которая проходит несколько стадий жизни, начиная с уродливого теленка и становясь в итоге летающим метафизическим монстром, который, к слову, в рассказах Тревора часто появляется в сельскохозяйственных регионах, там, где много коров, большинство из них погибает, или не выдерживая присутствия монстра, или от бедствия, которое начинается при его появлении. Но, видимо, некоторые из них становятся беременными существом, одной из которых и зовется Большой Чарли. Такой вот жизненный цикл у этого коровьего паразита. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok